Сегодня Украина отмечает День государственного флага. Этот праздник, я напомню, учредил президент 19 лет тому назад, а в 2009-м также президентским указом основали ежегодную официальную церемонию поднятия флага. 23 августа по всей стране мы это можем наблюдать и видеть. После десятилетия запрета на национальный флаг сине-желтый впервые официально его подняли на ратуше города Стры Львовской области в марте 1990 года. А в Киеве стях национальных цветах подняли над городской мэрией позже. 24 июля 1990-го. Через год, 23 августа, группа народных депутатов несла синий-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. А уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента. И несмотря на военные действия, несмотря на агрессивную войну со стороны Российской Федерации, сегодня день украинского флага. Флага, под которым наши военные продолжают и силы обороны защищают свои территории, защищают каждого украинца. Поэтому про это будем сегодня говорить. И на самом деле сегодня, 23 августа, есть ряд событий, на которые бы мы хотели обратить внимание всех вас. Также сквозной темой сегодняшнего эфира будет Крым, оккупированный на данный момент, временно оккупированный Крым. И в день государственного флага стартует второй саммит Крымской платформы. Участие в нем подтвердили около 60 стран и организаций. Среди них около 40 на уровне президентов и премьер-министров. Об этом накануне рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в этом году Крымская платформа станет действительно глобальной. Ее география расширится, в частности, за счет стран Африканского континента и другой стороны Атлантики. В успехе международной крымской платформы, цель которой деоккупация Крыма и восстановление международного права, заинтересован весь мир, заявил глава украинского МИДа. Мы будем продолжать, ну и на самом деле будут традиционные для всех вас темы, которые сегодня будем и обсуждать в наших эфирах. Традиционно каждый час мы вам предоставляем информацию от Генерального штаба Украины, говорим о потерях Российской Федерации. Давайте посмотрим на экран, инфографику подготовили наши коллеги. Сначала полномасштабное вторжение в Украину, потери России составили, обращаем внимание, 45 550 военнослужащих. За минувшие сутки вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских военных. Об этом традиционно сообщает Генеральный штаб Украины. Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении. Среди потерь армии Российской Федерации также 4238 боевых бронированных машин, 1033 артиллерийских систем, 146 средств ПВО. Давайте еще посмотрим. 195 крылатых ракет, 3150 единиц автомобильной техники. Другие цифры вы можете видеть на материале, подготовив нашими коллегами на своих экранах. И как только будет обновляться информация от Генерального штаба Украины, мы эту информацию будем предоставлять вам, нашим зрителям. Количество атак неизвестного происхождения во временно оккупированном Крыму будет увеличиваться. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Говорит, эти атаки не просто испортят пляжный сезон, но и не дадут возможность жить на украденной территории. Число выпущенных Россией по Украине ракет приближается к 3500. Об этом и многом другом заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Давайте послушаем. Божаю здоровья, шановные украинцы, взведу и проактивность против этого дня. Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Отчитываюсь об активности в течение этого дня. Участвовал в работе специального форума ветеранов. И анонсировал там изменения в государственной политике относительно ветеранского сообщества. Должны создать больше возможностей для ветеранов. Без таких изменений, без этой реформы просто невозможно. Ветераны войны за независимость Украины стали одной из самых значимых и самых уважаемых групп в нашем обществе. Со своей спецификой, со своими потребностями, со своими ожиданиями, на которые нужно реагировать, чтобы ветераны могли внести свой вклад не только в защиту нашей страны на передовой, но и в послевоенное развитие Украины. И реагировать должно не только государство, но и бизнес, что очень важно, работодатели, образование. Мы создадим такую систему ветеранской политики, услуг и сервисов для ветеранов, возможности их перехода от военного дела к гражданской жизни, которая будет на одном уровне с сильнейшими аналогичными системами в мире. Можно привести пример израильской модели, а также американской. Но наша цель состоит в том, чтобы украинский опыт ветеранской политики стал со временем новым примером для подражания другим в мире. Провел большое совещание с представителями сектора обороны и безопасности. Были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие. Ключевые вопросы – это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе – встречами, переговорами. Уже полностью готовы ко второму саммиту Крымской платформы. В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом году. И по составу участников, и по тематике обсуждений. Мы значительно расширяем формат Крымской платформы. Завтра мы озвучим все детали. А сегодня был основан новый дипломатический формат безопасности – Киевская инициатива. В его работе уже участвуют европейские соседи Украины. Это Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, страны Балтии. Постепенно привлечем и другие страны. В формате Киевской инициативы работа проходит на уровне внешнеполитических советников глав государств. Со стороны Украины это Андрей Сибига, Андрей Ермак. И этот формат позволит нам усилить взаимодействие в регионе, общую защиту наших интересов, прежде всего в сфере безопасности. Это очень перспективная линия нашей работы по евроатлантическому направлению. Сегодня есть хорошая инфраструктурная новость. Обновили и запустили железнодорожную ветку, соединяющую Украину и Молдову. Причем мы сделали это и на нашей территории, и на территории Молдовы. Наша Укрзалезнете сделала. Молодцы. Почти 25 лет этот маршрут был закрыт, а теперь снова работает на Украину. Это важное транспортное направление. И средний объем грузов за год может составить около 10 миллионов тонн. Благодарен нашим партнерам из Молдовы. Закончились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове. Дом был разрушен российским обстрелом еще в прошлую среду. Только сегодня удалось извлечь из-под завалов тело всех погибших. Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары нелюдей в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней. Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается уже к 3,5 тысячам. Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать. Настолько их много. Настолько они интенсивны. И при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собираться в без ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации. Свой же собственный террор на Запорожской АЭС. Я благодарен всем европейским политикам, которые не забывают, что восьмой санкционный пакет против России нужен. Чем длиннее промежуток между санкционными пакетами, тем больше дерзость России. И я благодарен всем нашим друзьям, всем друзьям свободы в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористам. Это решение все равно появится раньше или позже. И вопрос лишь в том, сколько еще жизни Россия успеет унести, пока ответные удары от международного сообщества не станут действительно ощутимыми для тех, кто ответственен за этот террор. И уважаемые украинцы, особенно на днях, когда мы отмечаем день нашего флага и день нашей независимости, если вы находитесь где-то за границей, пожалуйста, напоминайте там об Украине, будьте там с украинским флагом и распространяйте правду о преступлениях оккупантов. Держимся все вместе, где бы мы украинцы ни были. Слава всем, кто защищает страну. Спасибо всем, кто воюет за Украину. Слава Украине! Держимся вместе, продолжаем наш эфир. Каждый свою работу выполняет на своих фронтах. И действительно, те, кто за границей, а нас очень много смотрят за границей. Сегодня и завтра для вас тоже на самом деле важные дни, несмотря на то, что вы не находитесь на территории Украины. Вы можете продолжать там рассказывать, вы можете продолжать говорить об Украине. И на самом деле это очень важно. Мы будем сейчас продолжать ознакомление с тем, что происходит, с той информацией, которую предоставляют и иностранные разведки, и западная разведка. Это очень важная информация. Вот Россия планирует активизировать мощные удары по Украине. В частности, российские оккупанты планируют в ближайшее время обстрел гражданской инфраструктуры, гособъектов, мирного населения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на разведданные США. Ранее украинцы предупреждали о возможных ракетных обстрелах со стороны России на День независимости. Сейчас вашему вниманию мы представим карту войны, которую составляет Институт изучения войны. Все данные в этом материале официально и предоставлены Генеральным штабом Украины. Итак, на Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах Россия активно применяет средства радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь. На северском направлении российские войска из ствольной артиллерии обстреляли объекты инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей. Продолжаются бои на Харьковском направлении. Россия задействует авиацию. В Донецкой области российские оккупанты сосредотачивают активные боевые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Армия Российской Федерации пыталась вести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также штурмовые действия вблизи Солидара и Кадемы. Но безуспешно. На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Горловки, Раздолевки, Беленького и Спорного. Продолжаются обстрелы Запорожской области, в том числе авиационные удары. На Южно-Бужском направлении основные усилия России сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения вооруженных сил Украины. Давайте мы продолжим тему. Владислав Селезнев, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Владислав, приветствуем вас. Слава Украине. Героям слава. Давайте поговорим. 181-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину с 24 февраля, как произошла интенсификация боевых действий. И хотелось бы начать с того материала, который мы сейчас озвучили. И продолжим говорить о том, как российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты Украины. Но если мы говорим о той информации, которую сейчас озвучили, ссылаясь на западные разведки, о том, что Россия готова нанести новые удары по инфраструктуре Украины, по населению, то есть по объектам гражданским. И это произойдет 23-24 число. Мы понимаем, что действительно сейчас два очень важных дня, которые связаны с государственностью Украины. День Флага, День Независимости. Любовь к датам у Российской Федерации, у Кремля, я уже больше так сказала, она наблюдается уже десятилетиями. Но если мы говорим об этих двух днях, Владислав, что это может быть? Ракетные обстрелы? Или это все-таки будет усиление каких-то боевых действий на фронте, на каких-то определенных направлениях? Из того, что вы можете нам озвучить в прямом эфире, как могут происходить события на протяжении этих двух дней? Коллеги, ну, во-первых, я все-таки бы сделал акцент на том, что наиболее точную информацию о действиях российских оккупантов, о их намерениях имеет все-таки украинская разведка. Главное управление разведки, которое возглавляет генерал Буданов, является наиболее информированной организацией в системе мировых разведок. И, соответственно, те данные, которые озвучат наши западные партнеры, они в определенной степени своей информацией сопоставляют с теми данными, которые озвучат украинская разведка. Да, риск в ближайшие два дня, касаемо нанесения ракетных, ракетных бомбовых ударов по территории нашей страны, где остается крайне высок. Дело в том, что ракетный террор продолжается в течение всех этих шести месяцев полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому всякий раз, когда мы слышим сигнал воздушной тревоги, мы ни в коем случае не имеем права его иннорировать, потому как от этого зависит наше здоровье, на нашей жизни. Поэтому какой формат изберет Российская Федерация в эти два дня, будут ли они пытаться атаковать наши позиции, да, безусловно, будут. Мы видим, как в сводках от украинского генерального штаба проходит информация о том, что на разных участках российско-украинского фронта оккупанты пытаются атаковать наши позиции. Всякий раз они получают серьезную ответку, вынуждены отступать, теряя раненых и убитых своих солдат. Но, тем не менее, попытки наступать они не остальные. Безусловно, наиболее сложная ситуация, как по мне, в настоящее время на южном пассе Российского украинского фронта. Мы видим, насколько много сил и средств россияне пытаются задействовать для того, чтобы атаковать наши позиции в направлении Николаев. Но и иные участки фронта, и Харьковское направление, и направление вдоль участка фронта с украинского арта Изюма до Марьинки и Красногоровки, этот участок фронта также остается крайне сложным. Но то, что россияне в настоящее время вывели в Черное море четыре носителя ракет Москового базирования калибра, может говорить о том, что... Мы помним, как у Классика. Если вы разъедете сильную стену, то обязательно нужно выстрелить. Поэтому, соответственно, количество ракет Москового базирования, в том числе, предостерегает нас о том, чтобы мы были крайне внимательны к сигналам воздушной тревоги. Ракетная обстановка остается напряженной, если мы обратим внимание с вами на карту, посмотрим на ситуацию на территории соседней страны Республики Беларусь. Там, в районе боевого аэродрома «Зябровка» накоплено немалое количество ракет класса С-300 системы ПВО. С одной стороны, мы знаем, что россияне сейчас активно используют эти ракеты для нанесения ракетных ударов по алгоритму поверхность поверхности. Сейчас жители Николаева нам расскажут о последствиях этих обстрелов более чем ярко, потому как они это двигают в своей реальной жизни. Поэтому ситуация с ракетными обстрелами остается крайне сложной и касается применительно не только в дате 21-го числа, а просто в дальнейшем, до окончания активных действий между Россией и Украиной такая угроза будет существовать. Скажите, пожалуйста, Владислав, вот мы каждый день сообщаем данные генштаба и уже так более-менее ухом знаем, чувствуем, что повторяется, что новое. Вот сегодня сообщили мы о том, что на Волынском, Полесском направлениях, в приграничных районах Россия активно применяет средства радиоэлектронной борьбы. Что это может означать? Что за борьба? Почему с этих районов, я так понимаю, Волынское, Полесское направления, это приграничные с Белоруссией украинские области. Что это может означать? Волынское направление, это, соответственно, военный аэродром Луни-Нец. Его сейчас россияне стали активно насыщать своей техникой, в том числе средствами противовозвучной обороны. Средство РЭП, это значит попытка перекрыть возможность для украинских разведчиков, проводить аэроразведку, чтобы мы понимали, какие процессы происходят в этом районе. Если мы посмотрим, опять же, с вами на карту, совершенно очевидно, что проведя линию вниз в направлении Наронна, это то направление, которое крайне важным является для российских оккупантов. Потому что, как через территорию Волынской, Волынской области, в том числе идут аэрористические маршруты, те самые маршруты, по которым поставляется западная военно-техническая помощь для украинских сил обороны. Поэтому, безусловно, контроль над этими территориями для россиян архиважен. Имеют ли они соответствующие ресурсы, чтобы перерезать эти пути снаружи? Нет, не имеют. Потому что и состояние белорусской армии не позволяет действовать настолько агрессивно, пытаясь атаковать через другую границу нашей силы обороны. Но у россиян банально нет людских ресурсов. Все, что они имеют, в настоящее время они бросают в топ войны на разных участках фронта. Это и южный фаз, и российский фронт, и восточный фаз. Пытаются не опытовать наши позиции в районе Харькова. Ресурсы для того, чтобы атаковать наши силы обороны со стороны республики Беларусь. В настоящее время россиян отсутствуют. Давайте мы продолжим. Владислав, вы немножко поговорили и о белорусском направлении, хотя мы действительно будем следить за тем, что там происходит. Об этом будем говорить. До 27 числа, до 27 августа там продолжили учения, которые длятся, длятся, длятся. Их продолжают, продолжают. Но мы будем следить, как будет эта ситуация действительно развиваться. Два месяца назад, вы, кстати, вспомнили украинскую разведку. Мы о ней вчера говорили очень долго, посвятили эфир и действительно говорили о тех успехах, которые показывает наша разведка даже на фоне западных разведок. Очень часто действительно украинская разведка и даже российские паблики, российские телеграм-каналы пишут и хвалят украинскую разведку. Понятно, что им это невыгодно, но приходится это делать, потому что действительно есть результаты. Вы вспомнили Кирилла Буданова 25 июня. Действительно, тогда очень многие говорили именно об августе, что вот ближе к дню независимости или после наступит переломный момент в войне. Я всегда вспоминаю эксперта по Восточной Европе Николанге, который сказал, что на самом деле этот переломный момент уже наступил. Это по его мнению, потому что теперь российским вооруженным силам приходится прислушиваться и слушать, что говорит украинская сторона и действовать уже исходя из того, как действует украинская сторона. А еще до середины июля все происходило с точностью наоборот. Если мы говорим о том переломном моменте, о котором говорил господин Буданов еще в июне, вы можете нам сейчас объяснить и проанализировать, наступил ли этот переломный момент, какие аспекты, какие критерии говорят нам о том, что он наступил и как проявляется этот переломный момент? А давайте мы с вами вернемся к событиям июня месяца и могли ли мы с вами тогда предположить, что та самая БООНа, которая регулярно случается как на территории временно оккупированной Ферсовской области, так и на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя, могла бы тогда происходить. Мы тогда с вами задались вопросом, а какими силами и средствами украинские силы обороны могут работать по военным объектам на территории временно оккупированного Крыма? Потому что ракетные тактические комплексы класса «Точка-У» способны работать на расстоянии до 110 километров. Расстояние от ближайших боевых позиций украинских сил обороны к стратегически важным в военном отношении объектам на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя – это 200, 250, даже 300 километров. Но, тем не менее, по-моему, на территории Крыма случается, и не только на севере Крыма, в районе Джанкоя, также в районе Сахского военного аэродрома, аэродрома в районе Севастополя-Бельбек. Собственно говоря, по главной военно-морской базе Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе случаются прилеты из-за видной регулярности российской системы ПВО, работают буквально и днем, и ночью. Могли ли мы с вами в июне вместе предположить такой вариант развития ситуации? И это при том, что наши западные партнеры в один голос заявляют, что ракеты «Атакам» с РССО класса «Хаймарс» до сих пор не поставлены в рамках военно-технической помощи. То есть работают иные силы и средства. Какие, мы с вами об этом не знаем, официальные лица украинских сил обороны об этом не заявляют, но есть результат. Есть результат боевой работы и есть понимание того, что Крым не является безопасным регионом для российских оккупантов, а фактически является прифронтовым регионом. И, соответственно, россияне вынуждены оттягивать часть своих сил и средств для того, чтобы обеспечивать безопасность. Как важных стратегических объектов типа баз хранения вооружения, командных пунктов, военных аэродромов, иных арсеналов, которые являются крайне важными с точки военной логистики российских оккупантов. Я, кстати, в поле Ак не вижу Тарханкута. Я очень скучаюсь за родным Крымом, за родным Тарханкутом. Я искренне надеюсь то, что эти эффективные действия украинских сил обороны приближают нас к тому мину, когда Крым вернется в состав Украины. Оккупанты будут изгнаны из территории Крыма и Севастополя, и мы сможем вернуться в родные Украины. Владислав, да, это тема и нашего сегодняшнего эфира. Мы про Крым много будем еще впереди разговоров вести. А вот скажите, я когда вижу вот эти сообщения о взрывах в Крыму, у меня каждый раз возникает одна и та же мысль. Ведь у россиян в их военной концепции, в их стратегии прописано, что они имеют право ответить на любое посягательство самым жутким оружием, которое имеют. А почему же они не отвечают? Как вы это объясняете? Ну, совершенно очевидно, с точки зрения международной дипломатии и международной коммуникации, Крым – это Украина. Что бы там россияне не рассказывали, я всегда вспоминаю старое доброе представление. Сколько ни кажется, халва в оттусла еще не с нами. Так и в этом случае россияне на каждом той переске кричат о том, что Крым принадлежит им. Но по факту Крым – это Украина, и этот факт подтверждается реальными действиями. Боевая работа украинских сил обороны по военному территории Крыма ведется. Россияне практически ничего не могут существенно противопоставить этому. Поэтому наши западные партнеры и практически весь цивилизованный мир принимают такой формат коммуникации в плане того, что наносятся удары по военным объектам на временно оккупированных территориях Украины, в том числе и Крыма. Поэтому ситуация имеет совершенно четкую тенденцию к тому, что вооруженные силы Российской Федерации, дислоцированные на территории Крыма, получают соответствующие потери. А это раз за разом приближает нас к тому самому мигу наших побед. Понятно, что процесс этот будет не быстрый. Понятно, что Украина заплатит огромную цену за победу в этой российско-украинской войне. Но то, что мы защищаем свои родные земли, свои родные дома, своих родных и близких, для меня это очевидно. А раз очевидно, значит победа в этом противостоянии будет Украина. И еще, Владислав, один вопрос. Действительно, сегодня 23 августа мы будем ряд событий освещать. Будем говорить о том, что происходит сегодня и в столице, о Крымской платформе, о саммите Крымской платформе. Но также сегодня говорим о день флаги нашему, об украинском. И хотелось бы все-таки вспомнить Харьков. Сегодня, 23 августа, Харьков отмечает свой день рождения. И действительно хочется поговорить про Харьков. С первых дней войны это город-герой. Украина находится под обстрелами, держит оборону, продолжает жить. Ряд населенных пунктов вооруженные силы Украины, силы обороны освободили еще весной. Те, которые были временно оккупированы. Но Харьков именно продолжают обстреливать и продолжают обстреливать ракетами. И сегодняшняя ночь была неспокойна. Каждый день мы слышим информацию о том, что происходит именно в самом Харькове. Также была информация о том, что прифронтовой харьковской территории Харьков может в очередной раз стать и прифронтовым городом. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть объяснение, зачем так уничтожают российские вооруженные силы именно Харьков? Как по мне, это совершенно очевидно. Россияне в своем проекте «Новороссия» рассматривали Харьков на роль столицы этого квази-государственного образования. Но Харьков оккупантов не принял. Достаточно жестко ответил им, уничтожив немало российских солдат и российской техники. И, соответственно, теперь Россия, как отвернутый жених, всячески гадит и пакостит городу, который его не принял. И, к сожалению, ракетные артиллерийские обстрелы города Харьков бы продолжался до тех пор, пока украинские силы обороны не выдавят российских оккупантов ближе к государственным границам между Украиной и Российской Федерацией. Соответственно, расстояние от боевых позиций российских артиллеристов позволяет им использовать в том числе и ствольную артиллерию. Мы видим, какие ужасающие последствия приносит такой методичный артиллерийский расстрел, фактически расстрел одного из самых крупных народов Украины. Единственный вариант, который может в определенной степени снизить степень напряжения именно артиллерийского огня, это только выдавление российских оккупантов ближе к государственным границам. Но, опять же, даже в этом случае Харьков не защищен фактически от российских ракетных обстрелов. Мы видим, что каждый вечер, каждую ночь поселение запускает с территории Белгородской области ракеты из ракетных областей класса «Искандер» и самые ракеты, которые летят в первую очередь по жилым микрорайонам города Харьков. Мы все слышали заявления представителей СМУ, которые заявили, что из 20 ракет, которые выпускаются по территории Украины, практически 19 прилетают в объекты, которые никакого отношения к военным силам обороны Украины не имеют. Только лишь одна ракета прилетает по военному объекту. А 3,5 тысячи ракет, эту цифру озвучил президент Украины, это тот самый итог ракетного террора, который длится начиная с 24 февраля сего года. По сей день могу предположить, что он будет продолжаться и дальше. Ракетный террор. Мы благодарим вас, Владислав, за то, что присоединились к нашему эфиру. Владислав Селезнев, военный эксперт, был с нами на связи. Продолжение следует...